Я хочу поговорить про две сущности. Вы знаете, самое начало, бытие возьмем, когда Бог создал человека. И создал Бог человека. И создал Господь Бог человека из праха земного. И вдунул в лицо Его дыхание жизни. И стал человек душою живою. Вы знаете, что тогда, когда человек возрождается, Дух возрождается от Духа Божьего, это фактически дыхание Бога внутри человека. Это дыхание жизни Божьей внутри нас. Это Божья сущность внутри нас. Душа человеческая — это человеческая сущность. А Дух — это Божественная сущность. Но и то, и то мы приняли от Бога. И приняли как Его дыхание в нас. И так в человеке одновременно две сущности — душевная и духовная. Поэтому Иисус был назван Сын Человеческий и Сын Божий. В Нем была человеческая душа и Дух Божий. По этому же принципу был сотворен и первый человек Адам. В Нем была человеческая душа и Дух Божий. То есть дыхание Бога вошло в тело, в плоть. Когда Бог вдохнул в лицо Адама. Это самое настоящее. Дыхание Бога вошло в нас. Представляете себе вот такую картину. И человек ожил. Человек восхитил от Бога сразу две сущности — душу и Дух через дыхание. Поэтому внутри нас и душа, и Дух — они вместе. Они неразрывны. Неразлучны. Как и написано, и создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лицо Его дыхание жизни и стал человек душой живой. Знаете, я хочу немножечко разобрать эти слова на иврите. Потому что на иврите, да, прекрасно, спасибо за этот перевод. Но на иврите более точно определяют слова. Вот, например, слово «создал». Вы знаете, что оно не просто вот так вот «создал» означает, но открывает глубокий смысл. Это «ислепил». Как скульптор лепит. Придал форму. То есть художественно-творчески создавал. Это все в одном слове. И после этого говорится, что он «вдунул в лицо». А вы знаете, на иврите «нишамат хаим» говорится. Это «дыхание жизни». Слово «нишама» это и дух, и душа, и дыхание, или же дуновение. В сотворенного Адама вошло дыхание. «Жизни Бога». Вот о чем было сказано в самом начале бытия. Думали ли вы об этом, что внутри нас есть дыхание Бога? Вот на иврите слово «вдунул» это «ипях». Оно означает «надувать». Бог как бы надул, вдул в человека свой дух жизни. И стал человек душой живую. И тут написано слово «ле нефеш хая». Слово «нефеш» имеет много значений. Это может означать «живая личность». Сознательная. Живой интеллект. Душа и дух. Вот сколько интересного открывается, когда ты смотришь подлинник. Это вот то, что Бог вдохнул в человека. Это дух и душу. Создал личность, подобную себе. Интеллектуальную. Мыслящую. Разумную. Вот так говорит очень интересно Иов в 38-й главе, 36-й стих. «Кто вложил мудрость в сердце?» «Кто дал смысл разуму?» «Кто вдохнул нас?» «Кто сделал нас живой личностью?» «И это все благодаря дыханию Бога». Животные, они имеют только душу. Жизнь в крови, которая является жизнью для плоти. Они не получили от Бога. Бог не вдохнул в них. Поэтому у них нету такого интеллекта, нет того, что есть в нас, той личности. И что еще хочу сказать, что очень интересно. Что именно дух человека определяет его состояние. Живой человек или мертвый. Человек не просто одушевленное существо. Так как у человека есть душа, в крови тоже. Как у животного. Но определение, как «Лефешешхая» — это жизнь, это живая личность. Человек приобрел вот это благодаря дыханию Бога. Человек обрел дух. И в понятиях Бога стал живой личностью. Бытие 1, 26-27. И сказал Бог, «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». И да владычествуют одни над рыбами морскими, над птицами небесными, над скотами, над всей землею. И над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию, сотворил его мужчину и женщину, сотворил их. Вот почему Бог сказал Адаму, что он может смертью и умереть, если вкус это дерево познания добра и зла. То есть Дух, который был в Адаме от Бога, это личность, может умереть. То есть пред Богом она становится мертвая. Так однажды умер блистательный Херувим. Он пребывает в смерти. И притом вечной. Так же и Адам. Он не умер физически. И даже душа его в нем осталась живая. Что же тогда умерло? Дух. Дух оказался в смерти. Заключен смертью, это называется смертью умер. Смерть — это место заключения. Отделенное от Бога. От божественного присутствия. От источника жизни. Место, где нет Бога — это смерть. Там, где Бог, там жизнь. Это место было приготовлено не для человека, а для дьявола. Но человек, мы знаем, не покорством восхитил то, что восхитил дьявол. Если в духе человека нет Бога, он просто мертвый. Дух мертвый. Поэтому так определяется. Если дух человека не возродился, а Духа Божия, он просто мертвый. Человек смерти умер. Значит, попал в то место, в заключенное, где нет Бога, нет отношений с Богом. Нет контакта с Ним. Разрыв с жизнью — это и есть смерть. И после Адама все человечество уже рождается с духом, пребывающим в смерти. Вы знаете, что можно сказать? Что рождается мертвый. Рождается с мертвым духом, заключенным в смерти. Хотя душа свидетельствует о том, что человек живой. О жизни плоти. Человек продолжает быть сознательным, интеллектуальным. Но он мертвый, потому что мертвый дух. И это все, что продолжаем мы видеть, это все на уровне души. А Бог видит, это мертвый человек, а это живой. Потому что дух скован смертью. еще при жизни человека. Вот что самое страшное, что человек этого не понимает, не осознает, не замечает. Но если в человеке нет духа жизни, духа воскресения, то он просто мертв. Поэтому необходимо возродиться от Духа Божьего, чтобы стать живым. В духовной сфере это видно, кто живой, а кто мертвый. Павел очень интересно объясняет такое место, где душа и дух. Давайте посмотрим с вами. 1 Коринфянам 15, 44-49. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело духовное. Так и написано. Первый человек, Адам, стал душой живущей. А последний Адам есть дух животворящий. Но не духовное прежде, а душевное. Потом духовное. Первый человек из земли перстный. Второй человек, Господь с неба. Какой перстный? Каков перстный? Таковы перстные. И каков небесный? Таковы небесные. И как мы носим образ перстного, будем носить и образ небесного. То есть, что мы видим с вами? Как говорит Павел, что первый человек, Адам, был душой живущей. То есть, даже до грехопадения, Адам был живущий, но не вечный. Для того, чтобы войти в вечность, как мы уже с вами знаем, он должен был вкусить от дерева, от жизни, от дерева жизни. Он не был в смерти, но все же пребывал во времени. Во временном мире. Ему надо было, ему предстояло еще перейти в вечность. Об этом мы с вами читаем даже в бытие. Когда Господь говорил об Адаме как уже отпадшем, и Он сказал, что опасность появилась, Он согрешил, Он пал, Дух попал в смерть, и теперь нельзя допустить, чтобы Он взял также от дерева жизни и вкусил, и стал жить вечно. И это одна из причин, почему человек был изгнан из рая. Это одна из причин. Итак, мы с вами видим, что жизнь Адама зависела от вкушения плода с дерева жизни. Он не был вечным даже до грехопадения. Ему предстояло это перейти, но без смерти. Переход из временного состояния в вечное существовало от начала. The transition from temporary world into internal world existed from the very beginning. Но бессмертие. Не через смерть. Не через смерть. А к сожалению, Адам избрал непослушание. Мы с вами знаем. И не вкусив от дерева жизни, он вкусил от дерева смерти. И дух умер. И Бог посылает нового Адама. Последний Адам, как о нем сказал Павел. Господь с неба. И смотрите, что приносит Он. Он нам приносит хлеб жизни. Хлеб, который нас животворит. Через него мы снова становимся живыми, возрождаемся. Те, которые будут вкушать этот хлеб жизни, будут жить вечно. Как сказал о себе Иисус? Очень интересно, Он сказал. Иоанн 6, 48-58. Я есм хлеб жизни. Отцы ваши ели манну, в пустыне умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков. This is the bread which comes down from heaven. That one may eat of it and not die. Я хлеб живой, сшедший с небес. I am the living bread which came down from heaven. Ядущий хлеб все будет жить вовек. If anyone eats of this bread, he will live forever. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя. And the bread that I shall give is my flesh, which I shall give for the life of the world. And the Jews therefore quarreled among themselves saying, how can this man give us his flesh to eat? And Jesus said to them, most assuredly I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. Ядущий плоть мою и пьющий мою кровь имеют жизнь вечную и я воскрешу его в последний день. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life and I will raise him up at the last day. Ибо плоть моя истина есть пища и кровь моя истина есть питье. For my flesh is food indeed and my blood is drink indeed. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне и я в нем. He who eats my flesh and drinks my blood abides in me and I in him. Как послал меня живой отец и я живу отцом так и ядущий меня жить будет мною. As the living father sent me and I live because of the father so he who feeds on me will live because of me. Сей то есть хлеб сшедший с небес. This is the bread which came down from heaven. Не так как отцы ваши ели манну и умерли. Not as your fathers ate the manna and the dead. Ядущий хлеб жизни будет жить вовек. Хлеб сей жить будет вовек. He who eats this bread will live forever. Итак, теперь человек получает вечную жизнь через хлеб сошедший с небес. Now a person receives eternal life through the bread that came from heaven. Мы знаем, что это очень глубокий смысл. We know it's very deep meaning. Здесь Господь сказал и про свою жертву, пролитие крови и распятие. Но еще и сказал про тот хлеб который сошел с небес. Это Слово Бога. But also spoke about the bread that came from heaven which is the word of God. And life is released for the one who eats that bread. Это возрождение происходит через Слово Бога. от Духа жизни который в человека входит. Which is inside the man. И это Бога Духновенное Слово входит и это дыхание Бога. And the word of God comes into the man it's a breath of God. Now it brings the dead spirit back to life. Возрождает человека к вечной жизни. Человек не может возродиться к вечной жизни если не будет вкушать этот хлеб жизни. The person cannot be born again for eternal life unless he eats that bread of life. Так же как некогда Адам не вкусил с дерева жизни не вечный. Just like Адам when he did not eat of the tree of life he did not live forever. Так и мы теперь те которые не вкушают хлеб жизни не могут жить вечно. Those like us if we do not eat of the bread of life we cannot live forever. Теперь мы возвращаемся в состоянии первого человека который был до грехопадения когда мы возрождаемся от Духа Божьего мы снова становимся живыми. Почему? Потому что оживает наш Дух. Дух, который рождается от Духа жизни становится живым. И человеческая душа восхищает жизнь только тогда когда Дух возрождается. Так как живой Дух в человеке живет Духом Божьим. Если он живет Духом Божьим он уже не может остаться в смерти. Это просто нереально. Смерть не может удержать. У него нет такой ни власти ни силы Дух Божий. Тот, кто возродился от Духа Божьего в нем уже Божественная сущность. Естественно, что в нем воскресение и жизнь. Уже смерть не имеет над ним власти. и так родившийся Духа Божьего так как Иисус первенец становится сынами Божьими. Сынами, дочерями, неважно. То есть они уже становятся тоже и сынами Божьими и сынами человеческими. подобно Иисусу. Поэтому и сказано, что Иисус был первенец, а мы его последователи. Как Павел сказал, 1 Коринфянам 15-20-23. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживают. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовый, пришествии Его. Мы образ Его и подобие Его, сыны человеческие и сыны Божьи. Каков перстный, таковы перстные. Каков небесный, таковы небесные. И как мы носили с вами образ перстного, так будем носить образ небесного. В нас, возрожденных от Духа Божьего, есть личность человеческая и личность Божья. Это и есть уникальное творение во Христе Иисусе. Той, чем богата душа человека, ее способности, возможности, предрасположенности и многое другое вложенное в нас передается иногда через ДНК. а вот то, что вложено божественное как дар Божий, это мудрость, разум, смысл, это духовные качества. Это качество не мозга человека, а духа человека. В Библии о нем говорится еще как сердце. Как помните записано у Йова, кто вложил мудрость в сердце, и кто дал смысл разуму. Знание может приобретать душа. Вы помните, она интеллектуальна. И житейскую мудрость тоже душа приобретает на опыте. А вот разум это духовное мышление. Ум есть у всех. У всех. Разум только у духовных. Почему? Потому что это Божий дар. Невозможно, чтобы дух человеческий не пользовался разумом. Но если не возродился человек от Духа Божьего, не получил вот этот дар разума, он может быть очень умным, очень образованным, и таким безрассудным. И первое безрассудство это то, что не верит в Бога. Отвергает Бога. Это безрассудство. Итак, если нет человека разума, он не может познать мудрость Божью. Нет, не земную, небесную. Вы знаете, человек обычно не различает мудрость житейскую, земную, и мудрость божественную. Но в Библии говорит об этом, что есть разница. И вот посмотрите, как в притчах 17-16 говорится. К чему сокровище в руках глупца? Для приобретения мудрости у него нет разума. Не приобретешь мудрость, если у тебя нет разума. Еще раз подчеркиваю, божественную мудрость. Вы знаете, что все, что простил Соломон, это он просил разума. кто вложил в его сердце разум, что он понял, что нужно его просить и больше иметь для того, чтобы получать мудрость. И вы знаете, когда он просил это, Богу это настолько понравилось, потому что он просил самое необходимое, что Бог дал ему разум и мудрость. и приложил к этому все остальное земное. Но Бог очень интересно сказал, я хочу немножечко зачитать. Бог сказал ему, за то, что ты просил этого, то есть разум, и не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе душ врагов твоих, разума, чтобы уметь судить, вот я сделаю по слову твоему, вот я даю тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе не было прежде тебя и после тебя не восстанет. Подобный тебе. И то, чего ты не просил, я дам тебе и богатство и славу, так что не будет подобного тебе между царями во все дни твои. Разум дает Бог. И имеющим его Бог открывает премудрость свою. И это уже духовное приобретение. Это богатство духа. Как и говорил Иов. Вы знаете, очень интересные слова, как он размышлял. Иов 28 глава 11 23 говорится, но где премудрость обретается? Если человек думает, что ее можно приобрести путем изучения через науки, глубоко ошибается. Наука это одно, премудрость это другое. И так он говорит, где премудрость обретается? И где место разума? Where's the place of understanding? Man does not know its value. No, it is found on the land of the living. You cannot find this on the earth. The deep says it's not in me. And the sea says it's not with me. It cannot be purchased for gold. Nor can silver be weighed for its price. It cannot be valued in the gold of offer. In precious onyx or sapphire. In precious onyx or sapphire. Neither gold nor crystal can equal it. And it cannot be exchanged for jewelry of fine gold. No mention shall be made of coral or quartz. And приобретение премудрости выше рубинов the price of wisdom is above rubies. Не равняется с ней топаз эфиопский. The topaz of эфиопии cannot equal it. It is hidden from the eyes of all living. It is hidden from the eyes of all living. And concealed from the birds of the air. Destruction and death say we have heard a report about it with our ears. God understands its way. And he knows its place. And we see that man is made out of two entities, the spirit and the soul. We see that man is made out of two entities, the spirit and the soul. Thanks to which the flesh has life. Dush and the flesh has life. God placed the soul and the spirit into the man. placed the soul and the spirit into the man. Man created of dust. but 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 and the and the one who carries in the breath of God that is born again spirit. and the one who carries in the breath of God that is born again spirit. The wisdom abides in him. And the dust will return to earth. And the spirit will return to God who gave it. And the one who carries in the spirit of God. And the man is not able to control his spirit to give it or take. God defines the life or length of life of a man. God defines the life or length of life of a man. Lord is the Lord of Life. Он дал нам этот дух. He gave us the spirit. He gave us the spirit. He is our Lord. He is our Lord. But we what he gives it to us. but we what he gives it to us. Мы являемся хозяинами нашего Духа. Бог позволил нам решать, хотим ли мы избрать жизнь или смерть. Первый человек непослушанием согрешил и отпал. И согрешил он не только плоти, но и душой. Поэтому грех поселился не только в плоти, но и в душе. Дух человека умер, дух человека в смерть попал. А душа и плоть наполнились грехом. Поэтому душа человека нуждается в оправдании. В очищении, в прощении. Поэтому нужна была кровь Иисуса, Христа, его жертва. Плоть в оправдании не нуждается и не получит. Дух должен возродиться. А плоть обречена на смерть. И теперь возрожденный Дух от Духа Божьего должен главенствовать над душой и на плоти. Плоть прощения не имеет. Она носит в себя осуждение. Потому что в ней живет грех до конца человеческой жизни. Поэтому плоть осуждена умереть. И распадется на все элементы земли, из которой была взята. Она не пришла с неба. Возвратится прав в землю. Из которой был взят. Но вот Дух идет на небо. И так мы знаем, что кровь и плоть не наследуют Царство Небесное. Но Дух наследник. И Дух ответственный. За то, как человек живет на этой земле. Наш Господь сделал все возможное. Чтобы дать нам свободу и прощение. И дать нам силу. Противостоять всякому злу. Но вот что интересно. Когда Иисус, как Сын Человеческий, был предан людям на истязание, на распятие. Как Сын Человеческий. Плоти душа, то есть жизнь плоти. Была предана людям. Они Его распяли. Они Его убили. А вот как Сын Божий. Это внутренняя сущность, Дух. Была предана Богу. Она не могла быть предана человеку. Поэтому плоть и душа преданы были человеку, распяли, убили. А Дух Иисус отдал Отцу. Сказал, прими Дух Мой. Который даровал Ему Ее. Итак, мы с вами видим, что над Духом смерть не имеет власти. Если Дух рожден от Духа Божьего, если у человека нет возможности бороться со смертью, физически, то Дух Божий внутри нас залог вечной жизни. Внутри мы носим воскресение. Внутри нас дыхание Бога. Внутри нас жизнь. И эта жизнь должна владеть нами. Владеть нашей душой. Владеть нашей плотью. И покорить. Просто распять. Плоть со страстями и похотями. И душу. Чтобы жил Дух. Чтобы в Духе жил Господь. Надо помнить об этом. К чему мы с вами призваны. К вечной жизни. Пусть сеется тело душевное. Но восстает духовное. Дайте вашему Духу жизнь. В полноте, как может Дух жить. Дайте управлять вами. Помните, что внутри вас, в Духе именно, живет дыхание Бога. Живет божественность. Все, что мы говорим, сила Бога. Слава Богу. Все живет там внутри. Как хочется дать Ему выход, место. Вы знаете, мне очень нравятся эти слова, и хотелось бы ими закончить. Это слова Павла, Римляне 8, 9. Итак, нет ныне никакого осаждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по Духу. Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Но вы не по плоти живете. Следующие слова. А под Духу. Если только Дух Божий живет в вас. А как Он может жить в нас? Вы знаете, как хочется сказать эти слова, да примите Духа Святого. Опять пусть дыхание Бога войдет в вас и живет внутри вас. Живите дыханием Бога. Пусть Он дышит внутри вас, Бог. Его сущность в вашем Духе. А если же кто Духа Христа не имеет, то ты не Его. А если Христос вас, то тело мертво для греха. Но Дух жив для праведности. И если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскрешивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим. He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies. живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти. Therefore, brethren, we are not debtors, not to the flesh, to live according to the flesh. Ибо если живете по плоти, то умрете. For if you live according to the flesh, you will die. А если Духом умершляете дела плотские, то живы будете. But if by Spirit you put to death the deeds of the body you will live. So as many as I led by the Spirit of God, these are sons of God. How led by the Spirit of God. If inside of them there is a breath of God, I'm living by you. Естественно, что я буду послушна ему. А если нет, то я буду слушаться душу и называть ее божеством. И буду поклоняться душе. Вот это душевные христиане, к сожалению, не вкусившие Духа Божьего. А я говорю, примите Духа Божьего. Примите Духа Святого. Пусть живет внутри вас Его дыхание. Чувствуйте, как Он дышит внутри вас. Это жизнь. Это воскресение. Пусть оно наполняет вас, моя дорогая церковь. И все слушающие, примите Его. Дайте Ему власть в себе. Дайте Его место в себе. Просто носите это воскресение в себе. И помните, Бог вдохнул в нас себя. Он внутри нас дышит. Он дышит внутри нас.